Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». С вами Марина Вахрушева. Очередная интересная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта ждет тебя прямо сейчас. Смотри до конца и не переключайся. С 16 по 19 апреля в спорткомплексе Каи Али состоялись финальные игры по гандболу. В борьбу за кубок вступили 4 вуза. Казанский энергетический университет, Академия спорта и туризма, Казанский авиационный институт и Казанский федеральный. Кто стал чемпионом? В репортаже Марии Кошеленко. Синие против красных. Сборная Каи против команды КФУ. Вечная битва. Их встреча, события в календаре. И оно прошло ярко. 19 апреля в культурно-спортивном комплексе Каи Али состоялись соревнования по гандболу среди мужских команд первой группы спартакиада вузов Республики Татарстан. Счет открывает сборная Казанского федерального университета Манзага-Бабуагу, сразу начав игру с отрывом в один мяч. Первый год мы заняли четвертый, ну третье место, по-моему. И потом пошло нормально, то есть у нас команда развивается довольно хорошо. Победа КФУ была предрешена, так как федералы уже выиграли две из трех игр спартакиада. Но сборная Каи не собиралась уступать победу в финальной игре. На протяжении первого тайма команда Казанского авиационного института то и дело забивала голы, практически не давая шанса поддержать мяч сборной КФУ. Перестаравшись с натиском, игрок команды Каи Владислав Шильцин получает желтую карточку из-за применения грубой силы в сторону игрока сборной Казанского федерального университета. 15-я минута первого игрового отрезка, счет 8-6. Федералы стараются обыграть соперника. И снова Манзага-Бабуагу забивает ворота авиационного института. Но тренер сборной КФУ принял решение произвести замену игроков. На поле выпускается 11-й номер Рустам Гарифуллин. На 22-й минуте тренер команды Казанского федерального университета Александра Коржева берет тайм-аут и дает новую установку игры. Гандболисты КФУ пытаются сравнять счет и даже пробивают в штрафной команде Каи на последних минутах первого тайма. Но стремления сократить разрыв в счете в этом игровом отрезке у КФУ не хватило. Конец первой половины матча, счет 13-8. Я за свои команды, конечно, по полицейской академии Бали и во втором КФУ. За то, что мы близко, наш университет находится в КФУ. Начало второго тайма. Сборная Каи с первых минут задает свой темп игры, забивая первый мяч в ворота КФУ. Но федералы забрасывают ответный гол и перенимают инициативу игры в свои руки. Команда авиационного института пытается обманными передачами забросить ворота соперника. Но сборная Казанского федерального университета настроена более чем решительно. Забрав мяч, 15-й номер Тимур Мифтахов напролом врывается в защиту КАИ и забрасывает мяч в ворота противника. Ситуация на поле обострается. Игрока сборной авиационного института Дениса Камышева из-за грубой игры удаляют с полей на 2 минуты. Обе команды стремятся одержать победу любой ценой. Продолжает вести напряжение на площадке. Сборная КАИ пытается обойти главного лидера команды федералов Мадзага Бабуагу, но вновь теряет мяч и получает очередной гол в свои ворота. И вновь ожесточенная борьба. Дмитрий Степанов, игрок команды КАИ, пытается атаковать ворота соперника в одиночку. Но попадает в штангу, мяч приходит к сборной КФУ. 20-я минута второго тайма счет. 18-18. Обе команды решают взять тайм-аут. Все меньше времени до конца встречи двух сильнейших команд. На последних минутах игры сборная Казанского авиационного института вновь идет в счете. В последние секунды игрок федералов Эмиль Фахрудин пытается забросить мяч в ворота КАИ. Но команда авиационного института настроена серьезно. Перехват мяча и успешный атака ворот Казанского федерального университета. Забивает финальный гол игрок под номером 10. Митов и Актистов. Счет в 20-21 победы за сборной Казанского авиационного института. Но даже это обидное поражение не помешало команде Казанского федерального университета забрать заветное золото. Мария Кошеленко, Виктория Степина. Неделя спорта. Очередная игра студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан состоялась 19 апреля. В родных стенах сборная Казанского федерального принимала сборную Казанского энергетического университета. Удалось ли энергетикам пошутить успешную серию игр федералов? Смотрю в репортаже Александра Закировой. Нешуточная борьба развернулась между сборной Казанского федерального университета и Казанского энергетического университета. По баскетболу на баркете Уникса 19 апреля. Буквально на первых секундах федералы забросили мяч в кольцо соперника. И уже на второй минуте команда энергетиков сделала ответный ход, заколотив два очка. Спустя 10 минут КГУ уберу тайм-аут, так как тренер видел явный критический отрыв своей команды, а игроки КФУ спокойно кашли свои цели в победе. Первая четверть закончилась заброшенным лучом игрока КГУ Радмиром Якубовым и общим счетом 12-9 в пользу Казанского федерального. Вторая четверть началась активной атаки команды тренера Дмитрия Шувагина, и на первой минуте мяч забросил Артур Султанов. А уже на третьей минуте второго периода Руслан Шишов приносит своей команде три очка. Таким образом команда энергетического университета сравняла счет. Неполадки на табло также обострили ситуацию. Там в принципе это технический момент, ничего такого, как бы в баскетболе это случается. И слава богу, что это не повлияло на результат. КФУ почувствовали, что находится на грани и пришли к позиционной атаке. Однако КГУ не собирались отдавать преимущество. Алмаз Курбасаров, подопечный тренера Игоря Легонькова, успел забросить мяч в кольцо соперников перед минутным тайм-аутом. Вторая четверть закончилась с счетом 24-32 в пользу федералов. Превозмогая усталость, баскетболисты обеих команд продолжали показывать интересную игру. Разрыв в счете минимален, и это только подогревало баскетболистов. Игроки в бело-голубой форме не собирались передавать преимущество в руки КГУ. Однако команда энергетического вырвалась вперед со счетом 54-52. На КФУ сравняли счет буквально через минуту. 54-54. Последние мгновения периода. КГУ снова впереди. 58-54. Несмотря на то, что команда Игоря Легонькова практически всю игру доминировала, победа за баскетболистами Казанского энергетического университета. Итоговый счет 60-58. Александра Закирова, Софья Чугунова. Неделя спорта. Спартакеада вузов Республики Татарстан набирает обороты. В этот раз спортсмены защищали часть своего вузов в тяжелой атлетике. Кому удалось установить рекорды и чем запомнилось данное событие, смотри в следующем сюжете. Спартакеада вузов уже не впервые позволяет выявить самых сильных и перспективных студентов в десятках видах спорта. В том числе и в тяжелой атлетике. Занятий для настоящих мужчин. На помост спортивно-тренировочного центра по грибным видам спорта вышло более 30 атлетов из Казани и других районов, где участники соревнования показали зрителям, что такое настоящая сила. У тяжелой атлетов мало весовой категории, все прошло более чем успешно. Попытки и в рывках, и в толчках были реализованы. Что не скажешь о весовой категории от 77 килограмм и выше. Некоторые из них смогли взять лишь минимальный вес. По мнению некоторых болельщиков, такой результат – итог недостаточного уровня подготовки к соревнованию. Но это суждение относится не ко всем участникам мероприятия. На фоне других выделялись по силе и выносливости Сергей Лисичкин, студент из Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, Илья Бернатов, представитель Казанского федерального университета, а также Илья Сминибаев, спортсмен Казанской государственной академии ветеринарной медицины. Каждый из этих тяжелоатлетов набрал максимальное количество очков в своей весовой категории. Подготовка к соревнованиям делалась примерно полгода. Ну, как, у нас тяжелая атлетика, поэтому, конечно, было тяжело, но все прошло успешно, результат хороший. Также стоит отметить, что Сергей набрал наибольшее количество баллов среди всех участников спартакиада, тем самым впечатлил зрителей и судей соревнований. Ребята выступали очень ровно. Надо еще отметить в том, что буквально две недели назад прошла республика. Вот ребята там тоже, я с ними повидался, видел, как они выступали. И это уже вот так очень плотный график соревновательный. Выступили хорошо, молодцы все. Завершением спартакиады высших учебных заведений Республики Татарстан стало то, чего с волнением ждал каждый спортсмен – награждение. Победителям были вручены медали и почетные грамоты, которые станут ярким напоминанием о соревновании, где упорным трудом и изнурительными тренировками им удалось стать лучшими из лучших. Радостью в глазах и гордостью за свои достижения завершился этап спартакиады. Желаем участникам новых свершений и больших побед. Ранее в выпусках мы знакомили вас со сборными Казанского федерального университета. И этот выпуск не исключение. Сегодня мы вас познакомим со сборными Казанского федерального университета по самбо и дзюдо. Приятного просмотра. Упорство, терпение и труд – вот те ключи, открывающие двери в мире спорта. Самбо и дзюдо, на первый взгляд, так похожи, но в то же время это два совершенно разных вида единоборства. Казанский федеральный университет всегда славился своими спортсменами. С 2011 года сборную университета по самбо и дзюдо тренировал и продолжает тренировать Григорий Иванович Пасмурнов. Сам Григорий Иванович – мастер спорта по борьбе дзюдо и самбо. За его плечами огромный опыт работы с молодыми спортсменами. Именно на его глазах борьба начала развиваться, приобретая нужный уровень. Вообще борьба дзюдо, в переводе означает с японского языка, это гибкий путь победы. Основана эта борьба из многих видов спорта, борьбы. Это и самбо, и джиу-джитзо, и карате, и вольные. Самбо и дзюдо в университете имеет свои интересные истории. В 2012 году представительница сборной Яна Калимулина выступила на Кубке мира среди студентов. Из-за многочисленных травм спортсменки результат оказался ниже ожидаемого. Но все равно Яна заняла достойное пятое место. Это была огромная победа, казалось бы, хрупкой девушки. Сегодня студенты успешно защищают честь университета на различных соревнованиях. Начиная с простых, общеуниверситетских, заканчивая всероссийскими. Ехал из маленького города, в Сибири, из Уральско-федерального округа. Там я всю свою жизнь тренировался, собственно говоря, боролся. Раз поехал на большие соревнования лет 10, наверное, если не ошибаюсь. Это было очень волнительно, ноги дрожали, было страшно, но мы с этим справились. Самбо такой вид спорта, где маленечко, жесткий вид спорта, а дзюдо он более мягкий. Для меня это, например, если я устал сегодня, может морально, где-то дела, например, по учебе идут плохо, я прихожу сюда, в этот зал, я даю самому себя, всего, и заряжаюсь, можно сказать, энергией. Как наркотик, по-другому я скажу. Самбо и дзюдо относятся к контактным видам спорта. Только спортивное дзюдо, в отличие от спортивного самбо, это олимпийский вид спорта. Кроме того, они имеют ряд различий, как в самой технике борьбы, так и в системе оценивания. Например, в самбо категорически запрещены удушающие приемы, но разрешены болевые на ноги. А в дзюдо все наоборот, запрещены болевые, но разрешены удушающие. Главная особенность спорта – это воспитание в человеке силы духа. Умение оставаться спокойным, психологически стабильным и рассудительным – это одни из важных и необходимых качеств для каждого человека. Кроме того, в процессе тренировки активно работают все группы мышц. Развивается сила, гибкость, ловкость. Поэтому самбисты и дзюдоисты – обладатели прекрасных фигур. Дзюдо обучает эффективным приемам самообороны, что точно не помешает жизни. А название «самбо» даже расшифровывается как «самооборона без оружия». Так что если какой-нибудь хулиган рискнет зайти с вами в темный подъезд, он сильно об этом пожалеет. Юлия Целиковская, Владислав Сергеев. Неделя спорта. И на этом все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»